Я знаю три заветных слова студента. Ладно, неси за щетку. Привет всем! У большинства из нас сессия позади. И, наконец-то, можно спокойно выдохнуть и наслаждаться летом. Это программа «Альма-Матер». И с вами мы, Аня Аксенова и Миша Коробицкий. И вот о чем мы расскажем вам в этом выпуске. Как сдали тесты абитуриенты? Подробности далее в «Альма-Матер». Таможня для семян или лаборатория Белорусской сельскохозяйственной академии. Расследование ведут студенты. Молодой дизайнер из Могилева представляет свои модели на мировых подиумах. О мечтах, которые сбываются, далее в программе. Сразу несколько молодежных флеш-мобов пройдут 2 июля в Могилеве. Один из них – танцевальный. С ребятами уже работает хореограф. Накануне Дня независимости в 18.00 на площади звезд студенты и школьники исполнят танец и запустят в небо шары света национального флага Беларуси. 2 июля состоится еще один тематический флеш-моб. Молодежь украсит площадь звезд разноцветными ленточками, выразив таким образом свою любовь к Могилеву. Должно получиться ярко и зрелищно. Я приду на это посмотреть. О других событиях в нашем дайджесте. Стали известны результаты централизованного тестирования по математике. По словам министра образования Михаила Журавкова, в целом в этом году они выше прошлогодних, сообщает Белта. 64% абитуриентов набрали по этому предмету больше 15 баллов. Пороговую отметку 10 баллов преодолели 82% абитуриентов. Судя по статистике, уровень подготовки выпускников школ повышается. В этом году 14% абитуриентов показали по математике результат более 50 баллов. Максимальное 100 баллов получили 25 участников тестирования. Один из которых – житель Могилевской области. Стали известны и результаты тестирования по биологии. Здесь, как и в математике, максимально возможное 100 баллов получили 25 участников тестирования, среди которых тоже есть наши земляки. Традиционно самые высокие показатели по биологии у выпускников лицеев и гимназии. Немного ниже у выпускников школ. В среднем – 34 балла. 15 июня в Беларуси стартовала вступительная кампания в учреждения профессионально-технического образования. В Могилевской области для абитуриентов распахнули двери 26 учреждений профессионально-технического образования. Ребята могут выбраться одну-две из 75 профессий. День молодежи отметили в Могилеве. Главной площадкой праздника стал городской пляж. Развлекательная программа длилась более 6 часов и собрала тысячу горожан. Ученые выяснили, что синий цвет улучшает работу мозга и помогает быстро принимать решения. И вот как после этого не ходить на учебу в джинсах, а? А я предлагаю снова проверить эрудицию наших студентов. Альма-Матер задала новый контрольный вопрос. Слово нашему корреспонденту Кате Балуковой. Всем привет! С вами программа Альма-Матер. И сегодня мы снова проверяем ваши знания. Вопрос, как всегда, простой. Назовите мне имя Моцарта и все ноты в обратном порядке. Не помню уже той. Вольф Ганг. Вольф Ганг, да, точно. Ама. Ама, да и хорошо. Кем он был? Музыкантом, композитором. Композитор, правильно. А вы мне можете назвать ноты задом наперед? В обратном порядке. Дорами, фасоли, си. До, си. Нет, до это первое. Нет, там же до, рами, фасоли, си, а потом до еще идет. Да, да, да. До, си, фа, ми, ля, до. Так? Вольф, Иоганн, Моцарт. Вольф, Канг, Амадей, Моцарт. Иоганн, Бах, Моцарт. Ой. Всех совместили, всех скрестили. Тот знал уже, что не надо останавливаться. Хороший ответ тоже. Си, до, си, ля, фа, соль, фа, ре, ми, до. Вольфганг Амадей. А кем он был? Композитором. А самый известный его сонат? Не помню. Сейчас, 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 лунная. Правильно. Вольфганг, Амадей, Моцарт. Кем он был? Композитором. Композитором. Ноты назовите мне. До, ре, ми, фа, соль, ля, щи. До. А теперь в обратном порядке. Ой, не, я это не смотрю. О, давайте вы. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. До, ре, ми, фа, соль, щи. А в обратном порядке? До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Давайте вместе. До. До. Си, ля, соль, фа, ми, фа, до. Сегодня с контрольным вопросом справились 50 на 50. Имя Моцарта Вольфганг Амадей, а ноты в обратном порядке это до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Еще раз привет студентам. Тем, чьи любимые имена преподов, извините, можно спросить и скажите, пожалуйста. Тем, кто начинает все забывать, еще когда препод расписывается в зачетке. Между тем, после сессии большинство студентов не отдыхают, а проходят практику, пишут дипломы и курсовые. Например, в Гурецкой сельхозакадемии студенты трудятся над научными работами в необычной лаборатории. Побывала там и наш корреспондент Надежда Мешкевич. Студенты Гурецкой сельхозакадемии словно исследователи. Их задача разоблачить обман и выявить среди качественных семян семена шпионы, подделки, которым не место на прилавках. Все происходит здесь, в этой лаборатории. Только здесь, кажется, закрыто. Ребята, подскажите шифр. Шифр известен только сотрудникам лаборатории. Я своя. Открываем. Все суперсекретно. Испытательная лаборатория создана 13 лет назад. Это своеобразная таможня для семян. Здесь преподаватели и студенты оценивают качество сортов, ведут испытательную и научно-исследовательскую деятельность, разрабатывают собственные методики, государственные стандарты, проводят мастер-классы. Мы используем оборудование как отечественных производителей, так и ведущих европейских производителей, в частности, французских производителей, немецких, швейцарских и американских. Все это позволяет нам получать результаты не только достоверные, но и экспрессные. Вот, допустим, такого рода приборы заменяют, по сути, целый штат обычной лаборатории хлебоприемного пункта. Это пример, когда наука работает на производство. Таких приборов в Беларуси всего два. Вот как происходит анализ. Выбираем вид зерна, закладываем кассету с образцом, вводим имя и нажимаем на старт. Результат качества зерна прибору дает в течение 20-30 секунд. Здесь все основные показатели, которые определяют качество хлеба. Анализ подобных показателей в обычных, общепринятых лабораториях занимает порядка целый рабочий день. В общем, как видите, как экономятся деньги. Это во-первых, потому что не требует затрат реактивов никаких. Требуются, экономятся трудовые ресурсы, и результат получается достоверный и точный. В этом году по итогам республиканского конкурса «Компетентность» испытательная лаборатория качества семян признана лучшей среди 3000 лабораторий. То, что сразу удивило и бросилось в глаза, это вот такие вот семена, которые напоминают больше дрожжей или конфетки. На самом деле, это семена свеклы. И студентка Катя сейчас расскажет, почему они такой необычной формы и цвета. На самом деле, внутри этой дрожжей находятся семена сахарной свеклы. В данной оболочке различных цветов защищают семена сахарной свеклы от различных вредителей, от их повреждений, и тем самым обеспечивают хороший урожай. Катя, ну почему они все разного цвета? Я смотрю, здесь и зелёные, и синие, и даже розовые. Это знак маркировки производителя. На самом деле, для изучения самого качества зерна мы должны от всей этой оболочки избавиться. То есть мы её растворяем, раскалываем, добираемся до сердцевины, семени, после этой сердцевины уже отправляем на анализ. В этой лаборатории всё как на настоящей кухне. Есть весы, есть баночки с мукой, и даже есть настоящий миксер. Выглядит он вот так. Правда, он биохимически называется миксер. Работает вот таким образом. Мы смешиваем раствор в мезурках. Результаты экспертизы в виде таких снимков студенты оценивают на компьютере. У каждого семечки есть свой эталон, оригинал. А полученные результаты мы сравниваем с этим эталоном, оригиналом этого семя. И если мы видим совпадение максимальное, следовательно, и сорт не поддельный, сорт настоящий. Работу в лаборатории я могу сравнить с расследованием криминалистов. Потому что у нас есть, допустим, отпечатки пальцев. И по этим отпечаткам мы можем выявить, это ложная семечка или все же оригинальная. Лаборатория БГСХ – это настоящий фронт по защите внутреннего рынка страны от недобросовестных производителей семян. От работы здесь напрямую зависит урожайность и качество продуктов, которые потом оказываются у нас на столе. Как говорят в соцсетях, если у тебя есть мечта – иди к ней. Не можешь идти – ползи к ней. Не можешь ползти – лежи в направлении нее. Это к чему сейчас? Я вообще не понимаю. Я могилевчанки Сюзанни Мирозян. Обычная девушка на личном примере доказала. Амбиции, подкрепленные трудолюбием, приводят к успеху. Убедитесь сами. Смотрим сюжет. 2011 год. Яркая и апатажная Сюзанна рассказывает нашим корреспондентам о своих мечтах и планах на жизнь. Уехать в Нью-Йорк, помогать бедным детям Африки и стать модным дизайнером. У меня эта перчатка до сих пор, кстати, есть. Вешение плохо. В шоке. Вот если я поправлюсь, будет так же. Не хочу. А это Сюзанна Мирозян спустя пять лет уже известный в модных московских кругах дизайнер и директор топового модельного агентства. Первая важная мечта исполнилась. За плечами юной особы несколько модных коллекций и десятки показов. В одном из могилевских колледжей девушка получила профессию модельера-дизайнера, плюс окончила вторую художественную школу с архитектурным уклоном. Эти знания, конечно, помогли Сюзанне, но главным на пути к успеху стала самая большая самостоятельная работа. Инициативная и предприимчивая девушка все свое время посвящала созданию моделей. Первая коллекция – это был, знаете, такой старт. Это было очень тяжело, было много моделей, 35 человек. Коллекция была смешанная тогда, то есть, скорее всего, я еще сама не знала, какой мне стиль нужен, я не могла себя найти. Сегодня коллекция Сюзаны – это уличный стиль с элементами бунтарства, свойственного молодости. То, за что обычно ругают в школе, стало фишкой одной из ее коллекций. В коллекции, когда я взял майки и ругал. Да, вот интересная идея. Майки не рвать одежды, а чтобы зашить, там ее нет, не рвать. Я даже не знаю, каким образом она это сделала. Я когда увидела, в шоке было. Я говорю, я дизайнер, я не додумалась. Модный шок. Именно так иногда можно описать реакцию зрителей на показах молодого модельера. Вот один из последних. В руках модели слегка необычные аксессуары. Настоящая модель должна быть ответственной. Это первое, что у модели должно быть. Это очень сложно, потому что с ответственностью у них проблемы. Пунктуальность. Если человек опаздывает даже на минуту, все, его могут с кастинга убрать. Внешний вид должен быть всегда идеальным. Выходи сюда ко мне. И сейчас получше по плечам. Еще ровней. Подбородок выше. Вот так. Еще. Вот так. Когда встретилась с Юзаной, я поняла, что я серьезно хочу стать моделью. Что это мое будущее. Я все сделаю для него. Я буду стараться, чтобы стать моделью и продвинуть себя в будущем. Подбородок держим выше. Осанку давай. Вот так. Мы ехали в автобусе с мамой. И заходит такая интересная девочка. Мы как-то начали с ней переглядываться. И как бы такая маленькая искра проблеснула. И потом она подождала чуть-чуть, наверное, минуты две, и подошла к нам. И спросила, не хотите ли вы заниматься. Сейчас Могилевский дизайнер со своими моделями готовится к новому показу в Москве. Коллекция «Королевский шик» Сюзанна и Мерзаян будет представлена в августе этого года. Дизайнер уверена, вещи обязательно удивят. На ткани поистине королевских нарядов будут переведены картины заслуженного художника России Никаса Сафронова. На этом все. Мы ждем вас в Альмаматор каждые две недели. На Беларуси 4 Могилев. И, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте. Пока-пока. Чао. Еще раз привет студентам. Хеллоу. Зачем мы еще раз здороваемся? Так я вот тоже самое спрашиваю. Чао. С Людей добра и радости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...